Новое видео выходит каждый день в 20.00 Сначала добейся, потом критикуй. Критикуй, добейся, добейся, критикуй, критикуй, добейся, добейся, критикуй. Вы вот даже не представляете, как часто я слышал эту фразу, когда вот только начинал свою критическую карьеру в самп-ютубе. Да и сейчас я вижу у многих начинающих людей, которые хотят построить свою карьеру полностью на критике других людей, и я вижу, что вот им это часто, ну вот достаточно часто им это пишут. Каждый, наверное, я не знаю, там третий, четвертый, у кого-то, возможно, даже каждый первый комментарий, он вот о том, что вот, мол, сначала ты добейся, а потом критикуй. Да о чем тут можно говорить, если даже сам Дапо, вот сам Дапо-шоу, я думаю, вы его знаете, тот самый Дапо-лох, ролики про которого собирают по 5000 просмотров именно вот с таким вот названием. И, вы знаете, вот я просто, я на все это смотрел, и я просто, я не понимаю, во что серьезно? Вот вы серьезно вот так вот об этом, обо всем говорите? Ну, на полном серьезе. И хорошо, что сейчас хоть появились люди, которые в ответы на эти комментарии рассказывают, почему те люди, так сказать, если вот прямо говорить вот так вот мягко, ну почему они не правы? Ну, скажем так. Однако, вот данным видеороликом я бы хотел просто-напросто закончить все эти холивары по поводу того, что добейся, критикуй, критикуй, добейся и так далее. Теперь, если вы вот где-то будете слышать, критикуй, добейся, добейся, критикуй и прочие вот эти вот, знаете ли, слова шаблонные, кидайте им просто вот этот вот видеоролик, потому что тут я расскажу все подробно, почему вот эти вот самые люди не правы. Я буду приводить максимально абсурдный пример для того, чтобы довести эту ситуацию до абсурда и люди просто вот максимально поняли, почему они несут полную хуйню. Вот давайте предположим, вернее, даже не предположим, а у нас и так. Вот сейчас большинство граждан нашей великой страны, Российской Федерации, это такая, знаете, либеральная общественность. Многие принимают либералистические ценности, блядь, и прочую всю хуйню, вот. То есть не нужно абсолютно, я считаю, что наш президент это самый лучший президент, в принципе, в мире, Владимир Путин это, в принципе, наше солнце. Я считаю, что его нужно сделать прямо, вот знаете, не то чтобы президентом, императором. Мне кажется, то, что вот именно так. Но вот, знаете, вот многие либералы любят, так сказать, высказываться по поводу властей, да и прочего, говорить, мол, слушайте, вот, ну, вы знаете, то есть, вот эти вот, блядь, воруют все, воруют и так далее, вот какие они плохие, ужас, как так вообще можно, я абсолютно таки не понимаю, господи, что это вообще такое. Но вот этим вот либералам я хочу сказать только одно, добейся, а потом вот критикуй. Ну, ты сначала укради столько, сколько по твоим сведениям украли вот эти вот люди, а потом уже критикуй, да, для того, чтобы кого-то критиковать, тебе нужно что-то украсть. Или, допустим, смотрите, вот, не понравился вам российский фильм, вот он вам вообще не нравится, полнейшее говно опять сняли за деньги налогоплательщиков, вам не нравится этот фильм. Вы пишете на него рецензию там на каком-нибудь на кинопоиске, либо просто где-то высказываетесь, а вам говорят, нет, нет, так не пойдет, понимаете ли, так просто не пойдет, потому что, вы знаете, вы должны сами снять фильм для того, чтобы его раскритиковать. И, понимаете, примеров всего вот этого вот абсурда может быть еще очень много. Смысл в том, что без разницы кто ты, блядь, олигарх, миллиардер, депутат, блядь, любой человек, либо ты просто бомж, там, я не знаю, неопрятный, неотесанный, вот это вот. Эти люди, они равносильны, понимаете, по своим голосам, потому что это люди, так или иначе. Поэтому, что бомж, что, блядь, олигарх, миллиардер, депутат, они хоть как могут критиковать кого угодно, за что угодно, потому что у нас что? У нас свобода слова. И не обязательно достигать тех вершин, которые достигли вот эти самые люди. Не обязательно, можно просто сказать что-то, что ты думаешь по поводу всего этого. Это будет твоим оценочным суждением, это будет твоим мнением, на мнение и выражение своего собственного мнения, блядь, своего собственного голоса, ты имеешь полное право. Но вот меня больше всего бесит, когда люди такие, типа, нет, ну ты вот сначала добейся, а потом вот критикуй. Пиздец, ну что это, блядь, за хуйня? Вот вы мне в самом деле скажите. Или вот, допустим, играете вы в игру, заплатили вы за неё деньги, не нравится она вам, ну прям вообще полнейшее говно. Допустим, какая-нибудь новая часть Call of Duty, опять вот в этом открытом космосе, опять вот в этот Кевин Спейси и прочие люди. Вот играете вы в игру, играете. И понимаете, графика говно. Там, я не знаю, движок говно. Просто, блядь, атмосфера говно. Ну, озвучка говно, всё говно. А тебе говорят, нет, нет, вот так вот Activision, вот эти вот все разработчики, они тебе говорят, нет, ты сначала свою игру создай, как бы, а потом уже критикуй. Да, то есть вот так вот. И поэтому добейся, критикуй, оно, ну, абсолютно не работает. Во всех направлениях, без разницы, про кого ты это так говоришь. Абсолютно без разницы. Ну, прям вообще абсолютно всем похуй на это. Добейся, критикуй, это, сука, так не работает. Тебе не нужно чего-либо добиваться для того, чтобы критиковать других людей. Понимаете? То есть, это не нужно делать. И вот то, что там говорил Дапа, вот это вот, ну, можете пересмотреть Дапа Лох первую часть, пока она ещё находится на основном канале, пока её там, они удалили какие-нибудь будущие владельцы канала, потому что, вы знаете, сейчас очень активно пытаются скупить каналы разнообразных GTA, сам ютубер. Вот пока ещё не скупили, вы вот, посмотрите, Дапа Лох первая часть называется. Вот, и посмотрите, что он там, блядь, несёт. В данном ролике я не буду вставлять вот эти вот фрагменты его видеоролика в свой видеоролик, потому что, вы знаете, вот, как говорил Ярослав Брулёв, у этой малолетки мозгов, как у меня в Сэмпе, я не удивлюсь, если он ещё может там страйкинуть и всё прочее. На самом деле, просто шутки, я надеюсь, что вы понимаете вот эти вот шутки, шутеечки, все чисто рофлы, чисто вот эти вот, знаете, приколюхи, как в Одноклассниках, вот эти вот мемесы все. Вот, и всё-всё вот прочее, что вы только можете подумать, что вы только можете принять на свой счёт. Поэтому, ребят, что могу вам сказать? Критикуйте, никого не бойтесь, вообще на всю похуй. Если вам такое пишут, скидывайте мой видеоролик и всё. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok